Три заседания комиссии по профилактике производственного травматизма, 11 по проверке знаний охраны труда среди руководителей и специалистов организации города, три месячника безопасности труда, ряд обучающих семинаров, 44 выступления в СМИ. Как результат снижения травматизма с 32 до 26 фактов. Несчастные случаи со смертельным исходом произошли в исправительной колонии номер 2, где установлено нарушение именно самим пострадавшим локальных нормативно-правовых актов и посторонними лицами. И в коммунальном дочернем предприятии водоканал. Причин несчастного случая не установлено, вместе с тем он оставляется случаем, связанным с производством. 11 ЧП закончились серьезными травмами. На открытое акционерное общество «Фандок» за полгода пришлось 4 несчастья. Серьезно пострадали электрогазосварщик, сборщица, оператор сушильного оборудования и спасатель. 23.05.19 года Киров, поднявшись по левой ступени на автомобиле вверх, чтобы поправить лестницу, подскользнулся и упал с автосостерны на землю, ударившись головой и плечом. Согласно заключении, травма считается тяжелой, сотрясение головного мозга, ушибленная рана затылочной области слева. На предприятии уже приняли соответствующие меры на фоне трагических событий последних лет. Нанесли разметку на дорожном покрытии, провели ряд внеплановых инструктажей и общее собрание коллектива. Специалисты уверены, именно проработка зон риска, а это не только фондок, но и белшины, электросети, мясокомбинат, европластика и еще целый список организаций даст снижение печальной статистики, но при условии, если все отнесутся к вопросу безопасности с полной ответственностью. Не всегда в работе мобильных групп у нас участвуют все члены, представители всех ведомств, включенных в мобильные группы. Хотелось бы обратиться к ним, те, кто присутствует. Неважно, что мы обследуем объекты, на которых нет подучетных вам механизмов, кранов, участие в мобильной группе является обязательным. Еще в прошлом году Александр Студнев поручил ужесточить уровень дисциплинарной ответственности работников и руководителей на местах. Насколько сработал комплекс мер, говорят цифры. За полгода 1024 нарушения требований пожарной, электробезопасности и охраны труда, а также санитарных правил и норм. Напомним, погибли двое. В 2018-м цифра аналогична.